Здравствуйте! Новости на государственном телеканале Западная Армения. Главные темы дня. Вышел свет 40-й номер журнала Western Armenia. CSI осуждает принесенные извинения Олимпийского комитета Азербайджану. Баку и Турция присвоили сотни армянских сортов винограда Авак Арутинян. Сыны Западной Армении Джерард Гафешчан. Баку разрушил памятник Ашота Гуляна Бекора. Азербайджанские журналисты сфотографировали деревню Тиран с переданных территорий. Большой успех армянского кружка французской Ривьеры. Вышел свет 40-й номер журнала Western Armenia. В новом номере представлены важные и актуальные темы. Встреча делегаций Республики Западной Армению с директором музея-института геноцида. 104-я годовщина независимости Килики. Мемориальный комплекс Парк Бердзори. Церковь Святой Репсимев. Ханасаки. Угроза к культурному наследию Арцаха. Панкасар. Турецкие сериалы. Абсолютный мусор. Депутат России. В 40-м номере Жендельника в Вестерн-Армении можно ознакомиться с заседаниями парламента и просветительства Республики Западной Армения, выступлением пресс-секретаря правительства, также с культурными и общественными темами. Армянскую английскую и французскую версию в формате PDF можно скачать по указанной ссылке. После церемонии закрытия парижских игр президент христиан Солидарий Интернационал Джон Эмбер раскритиковал Международный Олимпийский комитет за предоставление политической поддержкой организаторам этнических чисток в Арцахе. В июне CSI запустила компанию Бан Азербайджан, приуроченную к Парижским играм 2024 года. Компания была инициирована в ответ на этнические чистки армян-христиан, организованные президентом Азербайджана Альхамом Алиевым в сентябре прошлого года. Несмотря на публичные обязательства, продвигать права человека через спорт и решение о запрете участия национальных команд России и Белоруссии в Парижских играх из-за вторжения России в Украину МОК не предпринял никаких действий против Баку в связи с этническими чистками в Арцахе. 2 августа директор по отношениям с национальными олимпийскими комитетами Дэвид Маклеут направил письмо Министерству спорта Азербайджана и Национальному олимпийскому комитету с изменениями от имени ведущего Франц-2, который упомянул падение Арцаха во время входа команды Армении. Маклеур заверил, что даны четкие указания избегать подобных высказаний в будущем. Из сообщения ясно, что МОК используя свое влияние, чтобы прикрыть преступления режима Азербайджана в Арцахе, сказал Энбер. Это постыдное отражение истинных приоритетов МОК. CSI продолжит свою кампанию, чтобы привлечь к ответственности архитекторов геноцида в Арцахе и отстоять право армян Арцаха вернуться на родину и жить там свободно. Также добиться освобождения армян, которые до сих пор находятся в плену у Азербайджана, таких как Рубен Вартанян и Давид Бабаян, пообещал Энбер. Азербайджан и Турция присвоили сотни армянских сортов винограда. По словам президента Национального центра виноделия Авага Арутюняна, конкуренция в регионе еще больше угрожает армянскому виноделию. Азербайджан активно регистрирует армянские сорта как свои. Турция уже более 30 лет занимается этим процессом, зарегистрировав более тысячи армянских сортов как турецкие. Это большая проблема для Восточной Армении и требует эффективной государственной политики по сохранению и защите национальной культуры виноделия. Сыны из Западной Армении Джерард Гафишчан. Бизнесмен и филантроп Джерард Гафишчан, сын спасшихся от геноцида эмигрантов, родился 26 апреля 1925 года в Бенсон-Херсте, Бруклин, Нью-Йорк. Американец армянского происхождения Джерард Гафишчан долгое время был успешным издателем. Спустя время переключил свое внимание на благотворительность и сфокусировался на Армении. Гафишчан многого достиг как менеджер, однако более всего известен своей благотворительной деятельностью. Открыл в Ереване Центр искусств, музей и выставочную площадку для произведений современного искусства. Гафишчан – главный покровитель Вашингтонского музея геноцида. Его честь названа «Столетняя карусель, расположенная на территории, где проводится Миннесотская ярмарка, которой он дал новую жизнь». Джерард Гафишчан стремился принести пользу своей исторической родине и делал это искренне и бескорыстно. История запомнила его как одного из знаменитых армянских филантропов. Джерард Гафишчан скончался 15 сентября 2013 года в США. Баку продолжает уничтожать памятники Арцаха периода независимости. Об этом сообщает научно-аналитический фонд Гехард. Очередной случай вандализма произошел в Степанакерте в парке Ашота Гуляна. Информация о разрешении Бюста героя Арцаха Ашота Гуляна распространилась через азербайджанский телеграм-канал. Несколько месяцев назад сообщили в фонде. Азербайджанские журналисты посетили территории, переданные Азербайджану в результате незаконной демаркации границы и провели там съемки. В том числе они сняли село Керанц, о чем сообщила жительница Керанца Гуар Бартанян. Азербайджанские журналисты снимали нас, а мы их, отметила она. Ежегодная церемония, организованная армянским кружком французской ревьеры Пака модели Ля Напуль, имела большой успех. В мероприятии приняли участие более 200 человек, включая скрипача Грекора, танцовщицу Мариан из Марселя, артистов танцевальной группы Найри из Ниццы. Участники отметили 104-ю годовщину подписания Северского пакта. В 12 часов гости собрались возле Хачкара Манделе Ля Напуль, чтобы насладиться творчеством скрипача Грекора. Хаймер прочитал Жан Газарусян, президент Ассоциации французских ветеранов и участников сопротивления армянского происхождения. Президент Национального совета Западной Армении Армена Кабрамян и организаторы армянской группы Манделе Ля Напуль напомнили о причинах торжества и символике Хачкара. Который в настоящее время находится под угрозой массового уничтожения со стороны фанатичных властей Баку. Мэра Манделе Ля Напуль представили заместитель мэра Жор Лоренцелли и муниципальный советник Патрик Салеза. Мэра Антик Жуан Лепен представил полковник Жерар Лакост. Президент армянской группы Манделе Ля Напуль Каролин Аганесиан выразила благодарность Магуи Гевуркян, президенту армянского культурного дома Ниццы и руководителю танцевальной группы Найри, также госпоже Вандин, президенту Красного Креста Кан, полковнику Жан-Клоду Бертью и президенту легиона ААЛЕЕ Кан Жерару Беру из Союза Армян Драгинян, Жан-Клоду Дюпону, заместителю председателя Альпмарти Тимми, Врежу Абрамяну, президенту Национальной ассоциации армянских ветеранов и единомышленников. Магуи Гевуркян получила почетное гражданство Республики Западной Армении от Армянака Абрамяна. Наши соотечественники, приехавшие из Франции и Великобритании, и наши французские друзья прекрасно провели время, наслаждаясь армянскими домашними блюдами, музыкой и танцами благодаря замечательной группе Найри из Ниццы. День завершился розыгрышем лотереи, где было выиграно множество призов. Участники насладились праздником и с нетерпением ждут возможности принять участие в мероприятии следующего года. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!